Майнинг сдох I trust you Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди Рынок немного восстанавливается Мне очень приятно наконец увидеть зелёный цвет Хотя он и вводит нас в заблуждение Потому что мы всё ещё далеки даже от 6000 долларов А эта цифра нам казалась когда-то маленькой Как мы дожили до этого А победитель сегодняшнего восстановления Какой-то GoldBitsCoin 231% за сутки у него получилось продемонстрировать Капитализация едва дотягивает до 50 миллионов долларов Уууу, какая же это волатильная монета Да это просто рай для скальпера Теперь я тоже хочу на ней торговать К теме видео Майнинг сдох Да, ребята, это так Начнём с курсов Биткоин 4000 долларов Эфириум 114 Лайткоин 31 Манера 57 И Zcash 71 Курсы, которые вызывают желание выпить валерьянки как минимум Интересный факт Криптовалютные каналы, связанные с майнингом, сейчас испытывают увеличение количества просмотров Но вот подписчиков особо не прибавляется И даже убавляется Это наталкивает на мысль, что люди теряют интерес к майнингу криптовалют Криптовалютный аналитик Кевин Рук недавно в своём твиттере опубликовал следующую информацию Сложность майнинга биткоина падает на фоне того, что некоторые майнеры начинают впервые терять деньги Если сравнивать ноябрь 2017 и ноябрь 2018, то сложность майнинга упала почти на 7% Сейчас она меньше на 3,7% от своего пика, но ожидается падение на почти 9% Ребята, возможно такая картина нарисовалась из-за форка биткоин кэша Что касается хешрейта сети биткоина Он летит прямиком в ад Наверное хочет изведать горячего борща прямо из котла, в котором черти варят грешников И криптовалютных инвесторов Падение почти наполовину от пика Это фантастика Практически с 60 тысяч терахешей до 40 тысяч упал До этого, кстати, хорошо видно, как развивалась сеть Я даже по этому поводу делал видео Типа, не беспокойтесь, ребята, что курс падает Сеть-то растет, все развивается Угу, вот и доразвивались А знаете, что развивается? Мой мониторинг обменников На нем прибавляется по 300 уникальных посетителей в день И все они хотят обменять валюту или криптовалюту И я им в этом помогаю ExchangeSumo.com, ссылка в описании Та же картина наблюдается и на других монетах Например, эфириум Обвал хешрейта налицо Со своего пика почти в 300 тысяч Мощность сети падает до 200 Хешрейт сети лайткоина упал словно икар Получается, с конца весны этого года Майнить лайткоин стало вообще невыгодно С 320 терахешей до 270 У доги коина тоже крылья растаяли С 270 до 150 Мощности практически всех популярных сетей Падают на глазах Что все это значит, ребята? Люди либо отключают свои майнинг-фермы Если они не могут окупить электричество Аренду мощностей или помещения Или сразу всего Либо переходят на другие алгоритмы Либо вообще распродают старое оборудование на каком-нибудь авито Кстати говоря, стоят они сейчас очень дешево По сравнению с прошлым летом это практически халява Наконец-то кто-то соберет нормальный ПК Да? Ты же хотел? Если у вас нет дешевой электроэнергии Вы арендуете помещение И при этом на вашем оборудовании давно нет гарантии Я сомневаюсь, что этот бизнес вообще купит себя Если вы спрашиваете у меня, майнить ли сейчас Я вам скажу, на таком рынке В таких условиях проще купить монету, чем майнить ее Но это мое мнение, а не финансовый совет И уж тем более я не пытаюсь заставить вас покупать криптовалюту Как некоторые пишут Мне это не нужно Зачем мне это? Я не знаю Просто я не могу этого понять Кстати, я же не финансовый аналитик Помните об этом тоже Возможно, есть смысл экономить на коммуналке И отапливать помещение не газом, а своими фермами Некоторые люди так и делают Кстати говоря, это не шутка Что касается доходности Допустим, у вас есть топовая видеокарта 2080 Ti Ваша электрическая подруга обходится вам в 10 центов Тогда на эфириуме чистыми Вы будете получать минус одну сотую доллара в сутки Минус одну сотую доллара То есть вы еще и должны останетесь На эфириуме классик одну сотую доллара в сутки Ну это просто... Ну это пиздец Это пиздец Да, именно так я и хотел сказать Но если ваша розетка обходится в 6 центов То в принципе жить можно Ваша 2080 Ti будет приносить вам 38 центов чистыми в сутки Если вы будете майнить эфир Вы скажете, можно же майнить какие-то шиткоины Это правда Есть куча шиткоинов, которые можно майнить Но вы заработаете не намного больше Диапазон будет приблизительно от минус половины доллара Минус половины доллара До 60 центов Поздравляю, ребята Майнинг сдох Ну или умирает В общем, ищите бесплатную розетку Бесплатное помещение Тогда, если это видяха у вас не сгорит Вы будете в плюсе Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, ребята Кто из вас занимается майнингом Какие фермы у вас есть Сколько кушают электроэнергии Какую доходность и окупаемость имеют Лично я давно перестал майнить Потому что для меня это экономически уже невыгодно Подписывайтесь на канал Если вы тут впервые Делитесь видео с друзьями Комментируйте, лайкайте Я очень благодарен вам за вашу активность Она помогает нам переживать эти трудные времена А также не забывайте заглядывать к нам в телеграм Там уже выходят статьи моего авторства О всем, что связано с криптовалютой Больше нигде таких вы не увидите Если есть желание, подписывайтесь и на телегу Ссылка будет тоже в описании А меня зовут Богатейший Ди Обязательно богатейте И скоро увидимся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА